здравствуйте дорогие любители вязания наша подписчица татьяна пакеева прислала к нам группу вконтакте вот такое фото и попросила помочь разобрать узор и если есть возможность сделать мастер-класс конечно это пончо очень красивая но делать мастер-класс по целому изделию это просто нереально что мы и татьяне написали в ответ она написала что ей ее устроит только если мы покажем вязание вот этого основного узора и буквально вот один-два ромбика чтобы было понятно как вязать этот узор ну что мы сейчас и сделаем обычно я сначала вижу образец показываю вам что получилось что мы будем вязать но так как это занимает очень много времени раппорт узора составляет 60 петель и тут то два ряда в высоту вязать вот этот весь образец и потом заново вязать его уже мастер-класс это очень много времени которую у нас сейчас просто катастрофически не хватает связи с вашими просьбами связи с нашими домашними повезушками так что я сейчас буду вязать один раппорт этого узора вместе с вами самого начала вот схемы этого узора вот как она была на сайте вот я ее сделала для себя увеличенную со своими поправочками я вот вам сейчас объясню принципе тут вот понятно вот этот узор тут раппорт повторяется вот эта веточка идет из лицевые скрещенных петель которые вот у нас вяжутся с наклоном то в одну сторону ту в другую сторону вот она повторяется и постепенно вот сужается вот этот значок обозначает перекрещивание двух петель вправо это перекрещивание двух петель влево я не могу не живут что ли вот вам вот это перекрещивание вправо и влево но так чтобы сверху была лицевая скрещенная петля так это значок я вам покажу как он вяжется здесь у нас перекрещивание 7 петель так чтобы вот посредине было изнаночная петля вот так ну ромбик тут у нас перекрещивание 4 петель тоже вправо влево вот этим значком обознать обозначается провязывание двух петель вместе в правую или в левую сторону но просто тут так как на схеме вот желтым цветом я обозначила пустые места которые никак не участвуют вязание и просто вот вот эти значки могут вести в заблуждение особенно начинающих это просто показано что провязывается вместе две петли вправо или влево просто из-за схематичности они так растянуты вот эти вот эти вот значки особая выделила тоже в процессе вязания я объясню как они вяжутся мне лучше показать чем объяснить я вот даже не смогу объяснить сейчас но все давайте начнем мы свяжем с вами вот этот ромб и полностью свяжем и свяжем ну наверное давайте вот 30 рядов вот так вот половину рук второго ромбика начнем чтобы было понятно уже если кому-то что-то быть непонятно я отвечу на ваши вопросы ну давайте по крайней мере начнем и там видно будет русскую когда мы закончим нам понадобится дополнительные спицы я забыла сказать еще вот смотрите здесь на схеме вот б на буквы b обозначены ряды которые вот они входят там в эту пелерину или в пончо мы не будем мы сразу мы начнем вот этот узор с первого ряда вот и вот эти я убрала эти дыма вязать не будем вот начинаем с первого ряда набираем на спицы 62 петли и вяжем первый ряд лицевыми петлями о том что кромочная первая снимается последняя кромочная провязывается изнаночной я каждый раз не говорю вяжем второй изнаночный ряд 5 лицевых 4 изнаночных 1 лицевая 3 изнаночных 1 лицевая 3 изнаночных 11 лицевых 4 изнаночных 10 лицевых 3 изнаночных и 5 лицевых до конца ряда 3 лицевой ряд 4 изнаночных теперь нужно 2 петли перекрестить так чтобы сверху была лицевая скрещенная вот меняем местами первую и вторую петельки и первую петлю разворачиваем провязываем его ее лицевой скрещенной вторую петлю провязываем изнаночной далее провязываем лицевую скрещенную петлю вот снова разворачиваем ее вот так и провязываем и теперь две петли перекрещиваем влево тоже меняем местами петельки провязываем изнаночной вторую петлю и лицевой скрещенной провязываем первую петлю далее будет 9 изнаночных теперь вот у нас 4 лицевые петли мы третью и четвертую накидываем на первую и вторую вот так вот так должно получиться делаем накид провязываем 2 лицевые и снова делаем накид вот таким образом мы сначала уменьшили эти на 2 петли и потом восстановили вот первоначальное количество петель 4 петли восстановили далее у нас будет 11 изнаночных теперь нам нужно перекрестить 7 петель в левую сторону 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой затем одну петлю вот изнаночную мы оставляем на дополнительной спице за работой на другой дополнительной спице я просто вот обхожусь без без второй дополнительной спицы вот так за работой мы оставляем затем провязываем 3 лицевые первые провязываем изнаночную петлю со второй дополнительной спице и провязываем 3 лицевые с первой дополнительной спице дальше у нас будет 11 изнаночных и снова вот 4 лицевые петельки мы третью и четвертую накидываем на первую и вторую делаем накид провязываем 2 лицевые и снова делаем накид и до конца ряда вяжем 5 изнаночных вот сейчас мы будем вязать 4 изнаночный ряд так вот мы провязали 3 да вот у нас вот этот значок обозначает когда мы третью четвертую петлю накидываем на первую вторую накид 2 лицевых накида вот это мы провязали петли мы 7 петель перекрестили и вот смотрите изнаночные ряды вот 4 изнаночных ряд мы вяжем вот смотрим на схему слива направо и мы вяжем петли по рисунку все петельки у нас вяжутся по рисунку но в конце раппорта вот где мы у нас мы вязали лицевые скрещенные петли мы будем вязать изнаночными скрещенными вот чтобы не затягивать видео вот этот вот этот фрагмент где мы вяжем петли при по рисунку я буду видео пропускать доходить до момента где мы вяжем изнаночные скрещенные и там уже я это буду показывать потому что все-таки 62 петли в раппорте это много и видео будет длинным я думаю что это будет понятно вот эту часть мы вяжем по рисунку самостоятельно его в конце я уже буду показывать и так 4 изнаночный ряд где-то примерно 50 петель мы вяжем по рисунку накиды вяжем изнаночными вот смотрите 50 петель я провязала по рисунку дальше у нас будет лицевая и вот это изнаночная петля мы провяжем изнаночной скрещенной не так вот как мы изнаночного сейчас вырезали а вот подхватываем ее за заднюю стенку и провязываем так изнаночной скрещенной дальше у нас будет одна лицевая и снова изнаночная скрещенная и снова 1 лицевая и изнаночная скрещенная и до конца ряда у нас будет 4 лицевых вяжем 5 лицевой ряд провязываем 3 изнаночных снова перекрещиваем 2 петельки так чтобы сверху была лицевая скрещенная вторую петлю можно первую петлю оставить на дополнительные спицы за работой провязать лицевую скрещенную и петлю с дополнительной спицы провязать изнаночной можно это так делать так далее будет изнаночная петля лицевая скрещенная изнаночная петля и теперь перекрещиваем 2 петельки влево 1 оставляем на дополнительной спице перед работой или просто меняем их местами провязываем изнаночную петлю и петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой скрещенной далее будет 8 изнаночных 4 лицевых 10 изнаночных теперь 4 петельки нам нужно перекрестить в правую сторону вот таким образом одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой я обойду здесь без дополнительной спицы провязываем 3 лицевых и петлю с дополнительной спицы мы провязываем изнаночной далее у нас будет изнаночная петля и 4 петельки перекрещиваем в левую сторону 3 оставляем на дополнительной спице перед работой провязываем одну изнаночную и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми далее будет 10 изнаночных 4 лицевых и 5 изнаночных до конца ряда мы провязали 5 рядов теперь в шестом изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку но вот эти три у нас три лицевые скрещенных вот лицевая скрещенная через через 2 когда мы дойдем до них мы будем их провязывать изнаночными скрещенными вот эти петельки вот когда до них такие и так будет у нас пока в каждом изнаночном ряду петли по рисунку в конце у нас будет изнаночные скрещенные вот мы дошли до изнаночной петли в конце мы провязываем ее изнаночной скрещенной далее будет 2 лицевые изнаночные скрещенные 2 лицевые изнаночные скрещенные и в конце ряда у нас будет 3 лицевые вяжем 7 лицевой ряд 2 изнаночных 2 петельки перекрещиваем в правую сторону 1 на дополнительные спицы за работой провязываем лицевую скрещенную и петлю дополнительной спицы провязываем изнаночной 2 изнаночных лицевая скрещенная 2 изнаночных и снова перекрещиваем 2 петельки но уже в левую сторону меняем их местами провязываем 1 изнаночную и провязываем лицевую скрещенную далее будет 6 изнаночных теперь нам нужно провязать 2 вместе лицевой за передние стенки вот так ну смотрите вот у нас изнаночная петля хорошо лежит вот лицевая ее неудобно подхватывать за передние стенки этого для тех кто вяжет бабушкиными петлями также как и я кто вяжет классическими у них наоборот будет неудобно лежать изнаночная петля а удобно будет лежать лицевая я вот так вот разворачиваю лицевую петельку и смотрите как их удобно подхватывать и они тогда ровненько красиво ложатся 2 вместе лицевой за передние стенки провязали с наклоном в правую сторону 2 лицевые и теперь провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево здесь у нас лицевая лежит хорошо нужно провязать их за задние стенки а вот изнаночную неудобно вот так вот провязывать ее нужно вот так развернуть посмотрите я вот ее удобно разворачивать не снимая вот эту вот лицевую петлю вот так сразу вот так вот разворачиваем 2 вместе лицевой за задние стенки провязали далее будет 8 изнаночных и снова 4 петли перекрещиваем вправо 1 оставляем на дополнительной спице за работой провязываем 3 лицевые петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной далее у нас будет все это у нас расширяется ромбик и в середине ромба у нас будет рисунок крупный жемчужный рисунок вяжем лицевую изнаночную лицевую и перекрещиваем 4 петли влево 3 оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми далее будет 8 изнаночных 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки вот так 2 лицевые и 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки в конце ряда 4 изнаночные в девятом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку но не забываем что вот эти вот лицевые скрещенные мы их провязываем в конце изнаночными скрещенными вот мы дошли до изнаночной петли провязываем ее изнаночной скрещенной далее будет у нас 3 лицевых изнаночная скрещенная 3 лицевых изнаночная скрещенная и 2 лицевых до конца ряда так это мы провязали 8 изнаночный ряд ну конечно 8 изнаночный ряд я уже запуталась тут мне нравится вяжем 9 лицевой ряд провязываем одну изнаночную меняем петельки местами и провязываем сначала одну лицевую скрещенную затем изнаночную петлю затем нас будет 3 изнаночных лицевая скрещенная 3 изнаночных и снова меняем петельки местами провязываем изнаночную петлю и провязываем лицевую скрещенную далее будет 5 изнаночных вот 4 лицевые петельки третью и четвертую накидываем на первую вторую смотрим чтобы не не спустились у нас петельки вот так далее делаем накид провязываем 2 лицевые снова делаем накид 7 изнаночных перекрещиваем 4 петли в правую сторону одну оставляем на дополнительной спице за работой провязываем 3 лицевые и петлю с дополнительной спице провязываем изнаночной дальше у нас будет лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая 4 петли перекрещиваем влево 3 оставляем на дополнительной спице перед работой провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми затем 7 изнаночных и снова 4 лицевые петельки перед нами третью и четвертую накидываем на первую и вторую делаем накид провязываем 2 лицевые и снова делаем накид и в конце ряда у нас будет 4 изнаночных мы провязали 9 рядов сейчас будем вязать 10 изнаночный ряд и снова вот до изнаночной вот до этой изнаночной петельки мы вяжем петли по рисунку а дальше я вам покажу там немножко у нас поменяется вот смотрите мы довязали до изнаночной петельки провязываем ее изнаночной скрещенной затем у нас будет 3 лицевых 1 изнаночная обратите внимание она у нас лицевая мы провязываем изнаночной затем у нас будет изнаночная скрещенная и снова изнаночная петля далее будет 3 лицевых изнаночная скрещенная и лицевая петля в конце ряда вот сейчас будем вязать 11 ряд и я вам покажу вот он вот смотрите мы мы вяжем здесь у нас узор вот как не отзываю это веточками да и вот первый элемент мы закончили и сейчас 11 в 11 ряду мы будем снова начинать такую же веточку вот нас 11 ряд начинается с 4 изнаночных вот эта веточка и сейчас мы будем снова ее начинать 11 лицевой ряд 4 изнаночных меня местами петли и провязываем лицевую скрещенную и провязываем изнаночную петлю дальше у нас будет лицевая скрещенная и снова меняем местами петли или одну оставляем дополнительной спицы перед работой провязываем изнаночную и петлю дополнительной спицы провязываем лицевой скрещенные чем повторяем раппорту вот вот этой веточки далее будет 8 изнаночных 4 лицевых 6 изнаночных одну петлю оставляем на дополнительной спицы за работой провязываем 3 лицевых петля дополнительной спицы провязывается изнаночной дальше у нас будет лицевая петля изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и 3 петли оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем одну изнаночную петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми далее будет 6 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных вот провязали 11 рядов двенадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку кроме вот вот у нас 3 лицевые скрещенные мы в двенадцатом ряду будем их вязать вот они у нас изнаночными скрещенными вот снова показываю дошли до изнаночной петельки провязываем ее изнаночной скрещенной лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная все я надеюсь что вам понятно изнаночные ряды чтобы я больше на это внимание не заостряла у нас этот рапорт повторяется на протяжении всего рисунка просто здесь будут уменьшаться петельки чтобы я уже в изнаночных рядах буду пропускать эти ряды видео хорошо вяжем 13 лицевой ряд 3 изнаночных одну петлю оставляем на дополнительные спицы за работой или меня местами провязываем лицевую скрещенную провязываем изнаночную петлю дополнительной спицы далее будет изнаночная петля лицевая скрещенная изнаночная петля и снова меняем петельки местами провязываем изнаночную петлю и петлю дополнительной спицы мы провязываем лицевой скрещенной далее будет 7 изнаночных 4 лицевых 5 изнаночных 1 петлю оставляем на дополнительные спицы за работой провязываем 3 лицевые петлю дополнительной спицы провязываем изнаночные и в середине ромб вяжем жемчужный рисунок лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая далее перекрещиваем 3 петельки влево 3 на дополнительной спице перед работой провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительные спицы провязываем лицевыми затем у нас будет 5 изнаночных 4 лицевых и 4 изнаночных конца ряда в 14 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку не забываем в конце рапорта что у нас там будет 3 изнаночных скрещенных вяжем 15 лицевой ряд 2 изнаночных перекрещиваем 2 петли в правую сторону 1 на 2 на дополнительную спицу с работы или меняем местами провязываем лицевую скрещенную и петлю дополнительной спицы провязываем изнаночной далее будет 2 изнаночных лицевая скрещенная 2 изнаночных и точно так же перекрещиваем 2 петли влево 1 на дополнительной спице перед работой провязываем изнаночную петлю петлю дополнительной спицы провязываем лицевой скрещенной далее 6 изнаночных вот 4 лицевые петли снова третью четвертую накидываем на первую и вторую делаем накид 2 лицевые накид 5 изнаночных и теперь у нас ромбик будет поворачиваться уже влево пойдет на уменьшение 3 петли мы оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем изнаночную петлю петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми а в середине также продолжаем жемчужный рисунок 1 изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и теперь одну петлю оставляем на дополнительный спицы за работой провязываем 3 лицевые петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной далее будет 5 изнаночных и снова 4 лицевых провязываем следующим образом третью четвертую накидываем на первую и вторую делаем накид 2 лицевые накид и 4 изнаночных до конца ряда вот 15 рядов провязали красота получается 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и не забываем что в конце вот изнаночные петельки вот вот и вот и между ними три лицевых мы провязываем изнаночными скрещенными вяжем 17 лицевой ряд провязываем изнаночную петлю меняем местами петельки провязываем лицевую скрещенную провязываем изнаночную пик далее будет 3 изнаночных лицевая скрещенная 3 изнаночных и снова меняем местами петельки провязываем изнаночную петлю и провязываем лицевую скрещенную далее будет 5 изнаночных 4 лицевых 6 изнаночных 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой провязываем изнаночную петлю петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми далее в середине ромбика изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная петля затем одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой провязываем 3 лицевые петли с дополнительной спице провязываем изнаночной затем вяжем 6 изнаночных 4 лицевых и 4 изнаночных 18 изнаночный ряд мы вяжем точно так же как 10 вот давайте дойдем до вот этой изнаночной петельки и я вам покажу до изнаночной петельки вяжем петли по рисунку вот дошли до изнаночной петли провязываем ее изнаночной скрещенной далее у нас будет 3 лицевые 1 изнаночная изнаночная скрещенная снова 1 изнаночная 3 лицевые изнаночная скрещенная и в конце ряда лицевая петля провязали 18 рядов вот у нас уже получилось вот две таких веточки и сейчас 19 ряда мы снова начнем вязать вывязывать такую же 19 лицевой ряд провязываем 4 изнаночных меняя местами петельки лицевую петлю провязываем лицевой скрещенной и изнаночную петлю мы провязываем изнаночной дальше будет у нас лицевая скрещенная и снова меня местами петельки провязываем изнаночную петлю и первую петлю провязываем лицевой скрещенной далее будет 8 изнаночных 4 лицевые 7 изнаночных 3 петли оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми далее в середине ромбика изнаночная лицевая изнаночная петля одну петлю оставляем на дополнительные спицы за работой провязываем 3 лицевые петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной далее будет 7 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных в двадцатом изнаночном ряду вяжем петлю по рисунку не забываем что в конце у нас 3 изнаночные петельки мы их будем провязывать изнаночными скрещенными вяжем 21 лицевой ряд 3 изнаночных меняем петельки местами провязываем лицевую скрещенную провязываем изнаночную петлю далее будет изнаночная петля лицевая скрещенную изнаночная петля и снова меняем петельки местами провязываем изнаночную и лицевую петлю провязываем лицевой скрещенной далее будет 7 изнаночных 4 лицевых петли провязываем следующим образом накидываем третью четвертую на первую вторую делаем накид затем 2 лицевые и снова делаем накид дальше будет 8 изнаночных продолжаем закруглять ромбик 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми середине ромбика 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная затем одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой провязываем 4 лицевых и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной дальше будет 8 изнаночных и снова третья четвертая петля накидывается на первую и вторую делаем накид провязываем 2 лицевых делаем накид и в конце ряда у нас 4 изнаночных вот 21 ряд провязан потом мы посмотрим его во всей красе этот рисунок и 22 изнаночный ряд вяжем петли по рисунку не забываем что петли веточки в конце изнаночные лицевые скрещенные мы вяжем изнаночными скрещенными вяжем 23 лицевой ряд 2 изнаночных меняя петельки местами провязываем лицевую скрещенную провязываем изнаночную петлю далее будет 2 изнаночных лицевая скрещенная 2 изнаночных снова меняем петельки местами провязываем изнаночную и провязываем лицевую скрещенную далее будет 6 изнаночных 4 лицевых затем 9 изнаночных затем следующие петли ромбиком мы провязываем так 2 лицевые и 2 провязываем вместе лицевой со задней стенки вот так далее будет у нас изнаночная петля и здесь 2 вместе лицевой провязываем за передние стенки 2 лицевые и 9 изнаночных 4 лицевых и 4 изнаночных в двадцать четвертом изнаночном ряду мы провязываем петли по рисунку не забываем что вот лицевые скрещенные у нас провязываются изнаночными скрещенными вяжем 25 лицевой ряд 1 изнаночная меняя петли местами провязываем лицевую скрещенную провязываем изнаночную петлю далее будет 3 изнаночных лицевая скрещенными лицевая скрещенную 3 изнаночных и снова перекрещиваем петли влево меняем местами провязываем изнаночную петлю и лицевую скрещенную далее будет 5 изнаночных 4 лицевых 9 изнаночных теперь нам нужно перекрестить 7 петель в правую сторону и вы знаете что я натворила я накосячила вот начале 7 петель нам нужно было перекрестить тоже в правую сторону а я перекрестила и их левую за что я прошу прощения и запомните что начали я конечно дам пояснение под видео но перекрещивать правую сторону хотя если вы хотите можете все петельки вот в ромбиках перекрещивать в левую сторону это уже как вам будет угодно как вам больше нравится но главное чтобы они перекрещивались все одинаково ну я сейчас перекрещу в правую сторону конечно оставляем оставляем 4 петли на дополнительные спицы за работой провязываем 3 лицевые затем петли с дополнительной спицы провязываем с сначала провяжем одну изнаночную и затем оставшиеся 3 петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми вот так дальше будет 9 изнаночных 4 лицевые 4 лицевые и 4 изнаночные двадцать шестой изнаночный ряд мы вяжем точно так же как 10 точно так же как 18 дойдем до изнаночной петли петли провязываем по рисунку до изнаночной петли и дальше там встретимся вот дошли до изнаночной петельки провязываем ее изнаночной скрещенной дальше провязываем 3 лицевых провязываем изнаночную петлю изнаночную скрещенную и снова изнаночную петлю далее будет 3 лицевых изнаночная скрещенная ну вот смотрите мы провязали 26 рядов мы провязали полностью вот один ромбик я думаю что сложного здесь ничего нет очень красивый рисунок при внимательности он совершенно не сложный и если еще посмотреть на схему то и схема не кажется такой уже сложный я думаю что дальше вы справитесь самостоятельно я еще раз повторяю вот эти значки которые вот удлиняются водка с каждым по схеме и просто на них смотрите кажется какой-то ужас что это вообще такое это просто 2 вместе провязанные с наклоном в правую сторону и с наклоном в левую сторону все сейчас я покажу вам здесь вот значок вот все понятно да здесь мы петли перекрещивали а вот вот здесь вот уже сейчас мы вязали это в 20 каком ряду 23 мы их просто провязали здесь вместе две петельки провязали вместе с одной и с другой стороны ну что тут как бы я вот вам показала все все элементы здесь которые участвуют во во всем этом я показала кроме вот одного вот этого смотрите здесь у нас вот 7 петель до мы перекрещиваем вот заканчиваем каждый ромбик вот вот таким перекрещиванием вот вот этим вот перекрещиванием семей спите и получается а здесь у нас уже получается что начинается здесь 7 петель а уже при перекрещивании получается 5 ромбики уменьшаются с каждым разом не все становится меньше меньше и меньше и вот вот в этом перекрещивании получается 5 сейчас я вам покажу как получается вот из 7 петель получается 5 так вот смотрите я провязала немножко чтобы нам было удобнее вязать просто еще два рядочка провязала чтобы показать вам как из 7 петелек так перекрестить 7 петель чтобы получилось у нас 5 в итоге вы знаете здесь вот есть пояснение в схеме сверху есть вот это обозначение как это привязать вот пошаговая но так как я китайским не владею ни японским ни китайским я в общем уже сама как бы методом тыка провяжу но я буду очень признательна если кто-то переведет вот это вот обозначение для нас для всех я буду очень очень признательно я думаю вы тоже и так перекрещиваем 7 петель таким образом чтобы у нас оказалось в итоге 5 оставляем 4 петли на дополнительной спицы за работой затем 3 петли провязываем вместе за передние стенки их развернула предварительно чтобы они вот так вот ровненько красиво легли вот так вот как затем провязываем лицевой изнаночную петлю сначала и провязываем 3 лицевых оставшиеся лицевые петли с дополнительной спицы провязываем тоже лицевыми вот так вот из 7 петель при перекрещивании мы получили 55 лицевых нам надо было получить давайте я сейчас провяжу до конца изнаночный ряд провяжу мы посмотрим как это уже хорошо смотрится ну вот я перенесла на прямую спицу чтобы у нас ничего не заворачивалась и посмотреть вот что у нас получилось вот прежде всего сейчас посмотрим что как смотрится уменьшение вот из 7 петель мы сделали 5 лицевых при перекрещивании как это смотрится аккуратненько красиво как в целом смотрится рисунок отличный узор очень красивая пончо будет или это пелерина можно вязать кокетки таким узором круглые очень красиво здесь у нас получилось мы мы уменьшили два раза вот у нас в седьмом ряду было уменьшение петель мы провязали по 2 вместе и вот здесь в двадцать третьем ряду вот при завершении ромбика мы тоже уменьшили вот количество петель и вот далее продолжая вязать по схеме уже вот видно где уменьшаются петельки и в итоге вот вязание будет идти конусом я думаю что принцип вязания вам понятен давайте скажем спасибо татьяне бакеевой за идею мастер-класса замечательный рисунок и попросим татьяну чтобы она похвасталась нам когда она что-то свяжет этим рисунком ставьте лайки если вам понравился мастер-класс пишите комментарии подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на нашу группу на подписывайтесь на нас в инстаграм желаю всем удачи и ровных легких петелек пока пока